К нам присоединяется главный редактор интернет-портала AfterEmpire, политический аналитик Ольга Курносова. Ольга, день добрый, рады вас снова видеть на утро февраля. Ольга, ну давайте начнем с, наверное, самой громкой новости окончания этой недели, с таки подписанного зернового соглашения. Как считаете вы, вот то, что документ был подписан и вчера анализировалось, насколько он является достаточно позитивным для классической дипломатии, для процесса деэскалации, шантаж Кремля, так кажется, практически не был учтен, за исключением, ну буквально, некоторых не так значительных нюансов. Но вот сегодня обстрелы Одесского порта, как кажется вам, это ставит крест на соглашениях или же все-таки процесс будет как-то продолжаться? Ну, на мой взгляд, крест это пока еще не ставит, но это показывает, насколько все соглашения, которые подписывает Российская Федерация, они, ну, в них не может быть уверенности, да, но это же просто куром нас них вчера подписать соглашение, а сегодня обстрелять в порт, мало того, в этом самим же признаться. Ну, то есть, ребята, вы вообще соображаете, у вас министр обороны, на минуточку, подписывает соглашение, в котором он обезубуется не трогать суда, не трогать портовые сооружения, и этот же министр обороны, он что, не контролирует командование армии Юг, которая наносит удар по порту, что это было такое вообще? То есть, объясните, кто здесь ЗИЦ-председатель фунт? Министр Шойгу? Ну, так тогда зачем он подписывал? Тогда уже скажите Шойгу, вообще никто и звать его никак, и его подпись ничего не стоит. Поэтому, ну, мне кажется, и ООН, и в первую очередь Турция все-таки должны эти вопросы сегодня же, вот прямо сейчас, на России задать. То есть, либо вы действительно выполняете подписанные соглашения, ну, либо извините. Вот буквально за несколько минут до вашего включения мы общались с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Он сегодня в Праге, в Чехии, там проходит форум свободных народов России, и вот наш коллега Питер Залмаев оттуда включался. Так вот, он, Павел Климкин, высказал предположение о том, что такой подход России, вот ракетный удар на следующий день после подписанного сообщения, это, по сути, ну, по его мнению, политический сигнал, что все-таки Кремль держит ручку, руку на штурвале, и Кремль будет решать, заработает это соглашение, не заработает оно. Как кажется вам, в этом ударе, насколько баланс вот прагматизма и эмоций, может ли быть этот ракетный удар своеобразной сатисфакцией, своеобразной проявлением какой-то мстительности за то, что, ну, вот, по сути, все западные медиа, они высказывались позитивно о том, что вот, наконец-то, удалось уговорить Кремль, удалось поставить какие-то цивилизованные рамки. Как вы воспринимаете, вот, можно ли это считать подобной реакцией или нет? Ну, конечно, мы все знаем, что президент Путин человек очень мстительный. Мстительный. Другое дело, что он все-таки свою... Он помнит, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, и он мстит всегда не сразу, а слегка, ну, то есть выжидая, да, то есть его удар всегда бывает не сразу. Поэтому, по большому счету, я не понимаю, зачем это делать сегодня. И тут же все очень, такая комплексная история, да, ведь вы наверняка видели вот эту фотографию, как Путин сидит на приставном стульчике вместе с президентом Ирана перед, так сказать, сидящим так спокойно Айталой Хамении, да, и даже несмотря на то, что это государственный визит, никакого флага Российской Федерации на этой фотографии не присутствует. Поэтому, может быть, если думать и рационализировать свое поведение, стоит задуматься, до чего ты, Владимир Путин, докатился, да, что если раньше тебя принимали на равных G8, и ты входил в клуб самых передовых стран мира, а теперь ты сидишь на приставном стульчике в Иране и натужно улыбаешься. Так что, если уж кому-то мстить, наверное, человеку в зеркале. Вот так. Ольга, попросим вас оставаться с нами на связи. У нас сейчас к нам присоединяется еще один спикер из Праги, из Чехии, с форума, который я, собственно говоря, и анонсировал. Сергей Сумленный, немецкий политолог, эксперт по вопросам Восточной Европы, глава представительства фонда Бёля в Украине. Сергей, день добрый, рады вас видеть и слышать с нами на прямой связи. Добрый день. Бывший глава фонда Бёля в Украине. Я работал там с 2015 по конец 2021 года, по осень 2021 года. Да, больше я не работаю в фонде Бёля, так что бывший глава фонда Бёля. Спасибо за поправочку. Сергей, мы говорим о... Ну, во-первых, поделитесь вашими ощущениями атмосферы мероприятия, на котором вы находитесь. Ну и так, мы с Ольгой говорили перед этим о подписанном накануне соглашении, так называемом зерновом соглашении между Украиной, ООН и Турцией, и зеркальной Россией, ООН и Турцией, и вот в сегодняшних обстрелах порта Одессы. Как трактовать эти сигналы? Укладывается ли с вашей точки зрения это в какую-то единую картинку поведения и стратегии Кремля? Какие есть мысли по этому поводу? Ну, по договору с Россией, как бы тут даже и комментировать особо нечего. Договоры с Россией стоят, даже не стоят тех чернил, которыми Россия это подписывает. Очевидно, что Россия нарушает все договоры, которые подписывает, и использует любые подписания только для того, чтобы либо затянуть время, либо перегруппироваться, либо оказать какое-то психологически-информационное воздействие на другие стороны, на своих противников, противниками России считает весь мир. Да, и, ну, несомненно, это еще и огромное унижение ООН. Ну, ООН проглотит и это унижение тоже. Вот, то есть, там, не знаю, генеральный секретарь ООН приезжает в Киев, Киев, в Мобят. ООН является участником договора о спасении мира от угрозы голода. Не проходит 24 часов, как соглашение нарушается. ООН проглотит, и это, как бы, никаких сомнений нет. Вот, а, то есть, к вопросу России не надо договариваться ни о чем. Россия принципиально нарушает договоры. Россия считает, что нарушение договоров – это сигнал о том, что Россия сильна. Это усиливает позиции России, это ослабляет другие стороны. Это приводит их в недоумение, это расстраивает их, это торчит их планы и так далее, и так далее. Просто не надо договариваться. Единственное, чем можно договариваться с Россией – это применение ракетной артиллерии по российским войскам. Это работает лучше всяких договоров. А что касается атмосферы на форуме, то атмосфера в целом хорошая, насколько она может быть в нынешних условиях. Очень интересно посмотреть, какой разный взгляд на перспективы демократизации и регионализации бывшей Российской Федерации является у разных представителей разных регионов. Потому что кто-то является выходцем из регионов с уже достаточно сильной, сложившейся идентичностью и квазинациональными институтами. Кто-то, наоборот, из регионов, где местное население страдает очень сильно от имперского днета и не может даже как-то сорганизоваться. Разные взгляды, разные мысли, но, собственно, это и неудивительно, потому что на территории 10-11-часовых поясов могут быть самые разные взгляды на то, какое будет будущее у стран, которые возникнут на территории бывшей Российской Федерации. Касательно озвученных тезисов, что из озвученного откликнулось где-то у вас, исходя из уже в прошедшей панели? Расскажите нам о представительстве. Насколько я знаю, буквально пару минут назад Павел Клинкин к нам включался. Насколько я понимаю, то представительство, по крайней мере, в дипломатическом измерении достаточно высокое на форуме. Ну, смотрите, это все на самом деле не так важно, потому что, разумеется, сейчас, например, с точки зрения западных государств, западноевропейских государств, все эти разговоры о суверенных республиках, которые возникнут на территории России, они воспринимаются либо как безумные фантазии, либо как, наоборот, даже очень какие-то опасные разговоры. Точно так же, как в 1991 году, за несколько недель до распада СССР, президент США Джордж Буш-старший приезжал, значит, и держал свою речь перед Верховным Советом Украинской ССР 1 августа, и говорил в ней прямо, что вот эти все вопросы, типа там, независимость или Советский Союз, это все ложная дихотомия, надо от нее отказаться. И вот мы с господином Горбачевым поддерживаем хорошее отношение, Советский Союз сейчас проходит реформирование, гласность, перестройка, демократия, и вот республики должны получить какую-то свою автономию, но в рамках Советского Союза. Вот, но через три недели действия советских властей, Янаева, Пуга, Язова и других, они показали, насколько недальновидной была политическая оценка президента США, и западные страны, которые не хотели распада Союза, которые хотели дальше иметь отношение с одним центром в Кремле, с Горбачевым, вот, а эти все страны оказались перед ситуацией, когда у них есть 15 столиц, и надо срочно найти кого-то в Министерстве иностранных дел, кто говорит на украинском, там, не знаю, да, на казахском, на грузинском и так далее, потому что таких людей не было просто. Вот, точно так же и здесь, то есть как только ситуация посыпется, она, несомненно, посыпется сразу же, когда президент одной из, одного из регионов России внезапно поймет, что разгвардии к нему не пошлют, а структура у него государственная, квази-государственная есть, и лучше стать независимым, президентом независимой страны сейчас, пока это можно, чем столкнуться с международным трибуналом завтра. Вот, то за этим первым безумцем последуют другие, и в течение, там, нескольких недель мы увидим, что страны возникли, и Западу придется просто с этим иметь дело, и уже создавать свои посольства, признавать границы и так далее, и так далее. Но это будет именно так, то есть, как бы, Советский Союз пытались развалить очень долго, значит, энтузиасты, безумцы, там, в разных западных спецслужбах, вот, и у них ничего не получалось, и они отказались от этих планов уже, там, в 70-е годы, все эти комитеты, там, свободных народов, они, как бы, существовали, там, после войны, с 45-го, там, по 70-е годы, когда они все это закрыли, сказали, нет, ну, все нормально, Брежнев хороший, ему интересно продавать нам энергоресурсы, мы можем нормально с ним общаться, и не надо с ним вообще ссориться, все устоялось. И вот, когда они уже думали, что Советский Союз навсегда, то народы Советского Союза сказали, а нет, вообще-то все не навсегда. И Западу пришлось с ними иметь дело, то есть никто на Западе не хотел ни независимой Украины, ни независимой Белоруссии, ни независимого Казахстана, ни тем более остальных государств, которые они даже и не представляли себя, что не существует на карте, а эта реальность возникла. — Давайте подключим снова к нашему разговору Ольгу Курносову. Я, кстати говоря, Ольга, пока вас выводят также в эфир, упомяну еще некоторые материалы из пресс-релиза. Помимо упомянутых уже Пономарева и Климкина, также на форум приехал находящийся в изгнании премьер-министр Чечни Ахмед Закаев. Возможно, вопросы народов Кавказа будут обсуждаться также более детально. Ольга, как вы относитесь к тезисам, которые озвучивают организаторы конференции? Я буквально процитирую. В пресс-релизе указано, что хотя известные лидеры российской оппозиции хотят лишь заменить плохого кремлевского царя хорошим, этот форум посвящен радикальному переустройству России, то есть, не сказать демонтажу, но, наверное, какому-то пересозданию. Как вы относитесь к подобным тезисам? Как вы для себя это понимаете? Есть ли уже, по-вашему, определенные направления, по которым уже может работать российская оппозиция? В июне о том, что Россия нуждается в кардинальном обновлении, в переучреждении, в созыве учредительного собрания, в принятии новой конституции, и имперский этап развития страны нужно закончить раз и навсегда. А дальше уже сами регионы будут решать свою судьбу, остаются ли они внутри одной страны или начинают самостоятельную жизнь. Тут нельзя решать за кого-то. Так как я придерживаюсь либеральных взглядов, я считаю, что это вопрос тех людей, которые живут в тех или иных регионах. Я думаю, что если будет такая возможность, скорее всего, Северный Кавказ действительно от России отсоединится, на мой взгляд. Что касается других регионов, наиболее самостоятельные, не только потому, что они далеко от Москвы, а по целому ряду причин, это, конечно, Дальний Восток. Дальше многое будет зависеть. Конечно, если бы мы говорили об этом 10 лет назад, то это был бы Татарстан, но Российская Федерация приложила много усилий для того, чтобы вот эту самостоятельность Татарстана максимально задавить. Так что трудно сказать, что будет завтра. Я думаю, что ситуация будет такая для разных регионов разная. То есть кто-то, может быть, захочет остаться, кто-то захочет уйти. Но то, что это будет непросто, это совершенно очевидно. Более того, чем позже вот этот момент переучреждения страны от нас во времени будет отдален, тем более кровавым может быть переход к этому моменту. И чем раньше это произойдет, чем быстрее мы закончим имперский этап, тем меньше крови потребуется для того, чтобы начать какую-то новую жизнь. Сергей, перед тем, как вас отпускать, вам последний вопрос. Как вам кажется, вот в свете тех процессов, о которых вы говорили, вот Российско-Украинская война, она может послужить определенным триггером для того, чтобы, ну вот, маховик раскрутился намного быстрее, чем процессы шли до этого? Я думаю, что Российско-Украинская война является главным фактором, который ускоряет этот процесс. Сейчас, потому что, ну, я считаю, как бы считал распад России неизбежным в обозримой перспективе, и, например, до этой войны я считал, что он случится там в течение 10 лет, то есть, нибудь до середины конца 30-го года. Сейчас я считаю, что шансы на то, чтобы увидеть это гораздо раньше, они значительно выросли. И для этого есть несколько факторов. Во-первых, это фактор экономического кризиса в России и невозможности перераспределять деньги внутри российских элитов. То есть, я считаю, что, во-первых, распад России случится не из-за восстания народов в России, а в первую очередь из-за того, что представители определенных регионов поймут, что Путин им ничего не сделает, а выгоды от независимости у них будут больше, чем от нахождения в составе эры. И, соответственно, как и, собственно, распал Советский Союз, в первую очередь, как из-за того, что национальные и региональные элиты решили, что им так будет лучше, а уже потом все подключилось. Вот так же это будет и сейчас. То есть, экономический кризис и невозможность перераспределять ресурсы. Второе – это уничтожение российской Росгвардии и этих карательных войск. То есть, у Москвы не останется возможности отправлять свои карательные подразделения в регионы и приводить их к покорности. В этом смысле в Черниговской, Сумской и Харпинской областях Украина, украинские силы террорабороны и украинской армии, ЗСУ, сбройные силы Украины, они фактически дали карт-бланш российским регионам на независимость, потому что некого отправлять в условный Татарстан или в условную СОПу Якутию убивать там, соответственно, местное население. И когда Путин станет слишком токсичный, и даже не столько Путин, сколько Москва, денег из Москвы приходить не будет, и будет очевидно, что никто не накажет, все упрется только в то, будет ли кто-то из этих региональных лидеров достаточно харизматичный и смелый, чтобы сделать первый шаг. Если этот первый шаг будет сделан, то все остальные посыпятся как домино. Если этот шаг не будет сделан, то тут уже идет вопрос, насколько это Северная Корея, новая, гигантская, насколько она найдет новую свою точку стабильности и будет существовать в этом формате долго. Но я думаю, что шансы сейчас максимально высоки для того, чтобы вот эта империя, которую мы видим, которую мы думали, что она навсегда, в один раз ее не стало, как в известной книжке, это было навсегда, пока не закончилось. Сергей, спасибо большое за включение. Будем отпускать вас. Сергей Сумленный, немецкий политолог, эксперт по вопросам Восточной Европы и экс-глава представительства фонда Бёля в Украине. Спасибо большое еще раз. Ольга, благодарим вас за то, что также с нами, с вами мы продолжаем этот разговор. Так, давайте вспомним, мы проговорили с вами, так, внепланово, вы про иранский вояж президента России вспомнили, хоть был вопрос, но окей, давайте его уже опустим эту тему, вы уже высказались, если говорить касательно возможной аннексии или возможного присоединения с проведением референдумов на захваченных территориях Украины. Каждую неделю мы видим очень разные сообщения от преимущественно западных разведок касательно ближайших планов Кремля. Ну и вот на прошлой неделе мы обсуждали планы захвата полного Харьковской области или частичного и ускорения юридических процедур там, так называемого референдума и дальнейшего присоединения. На этой неделе мы слышали подобные вещи о Херсоне, называются разные даты, но как-то вот не внушает стабильности и уверенности, вот нет постоянства, так кажется, какой-то единой стратегии. Соответствует ли вот мое впечатление вашему от этих процессов? И как кажется вам, действительно ли можно полагать, что планы Кремля могут меняться относительно этих территорий, которые ныне оккупированы? Херсонская область, Запорожская область, частичка Харьковской области. Как кажется вам, какой может быть стратегия Кремля относительно этих территорий вот по состоянию на сейчас? Ну смотрите, что касается даты, я про это уже говорила, я повторюсь, дата стабильная, и она не будет меняться. Это дата 11 сентября, потому что в России это единый день голосования, и естественно, чисто так достаточно им важно будет провести эти референдумы именно в эту дату, это такая символическая история. Другой вопрос, где именно они будут проводить эти референдумы? Ну на мой взгляд, там, где смогут на эту дату. То есть тут нужно считать обратным отчетом. Да, условно говоря, по состоянию, ну на 11 августа, там, где они смогут реально провести, ну я не скажу, что перепись населения, но хотя бы собрать списки избирателей, создать избирательные комиссии. Потому что, хоть часто по российской оппозиции бытует мнение, что все выборы в России это фикция, но тем не менее, эта фикция очень хорошо юридически проработана. Поэтому существует центральная избирательная комиссия. Она наверняка будет обучать избирательные комиссии в тех регионах, где они захотят проводить референдумы. То есть это целая большая административная процедура, да, то есть образование избирательной комиссии региональной, образование более мелких избирательных комиссий вплоть до участковых. Да, то есть для всех, для них нужно найти людей или завести людей из России. Соответственно, всех их нужно обучить, нужно собрать списки избирателей. Только после этого можно хотя бы формально что-то похожее на процедуру референдума запускать. Поэтому вот 11 августа более-менее будет понятно, на что они могут претендовать, на какие территории, где они будут проводить эти референдумы. И, собственно, на мой взгляд, именно поэтому вдруг, внезапно, вчера или позавчера, мы услышали, что, оказывается, и Приднестровье давно мечтает об этом референдуме. Причем оно мечтает об этом, по-моему, уже больше 10 лет, но обязательно нужно было сказать сейчас, чтобы, так сказать, опять всех запутать. Так что посмотрим, посмотрим. Это будет зависеть, конечно же, от того, что происходит на фронтах. Собственно, то, что им удастся удержать. И если они будут понимать, что они в принципе в состоянии это удержать, они будут проводить эти референдумы. А если они будут понимать к этому моменту, к середине августа, что они эту территорию не удержат, они не будут проводить эти референдумы. Касательно визита Владимира Путина этой недели и визитов будущих, которые не состоятся уже точно, правительство Японии выпустило релиз, мы знаем заявление о том, что Владимир Путин, даже если бы он захотел посетить церемонию прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абе, он бы этого сделать не смог, в Японию его бы не пустили. Как кажется вам, Ольга, было ли такое желание у Владимира Путина? Как вам кажется, теоретически могло ли бы это входить в его планы и его намерения посетить такое мероприятие, если бы это было возможно? И, все-таки, возвращаясь к его ближневосточному визиту в Иран, вот вчера, по крайней мере, украинскую часть политических журналистов немного подогрел Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, он высказал сомнение относительно того, был ли это оригинальный Владимир Путин в Тегеране. Он сказал, посмотрите внимательно на то, как он спускался с трапа и так многозначительно подвесил вопрос относительно, а был ли это Путин? Снова подогрев, слухи и прочее, прочее относительно наявности двойника. Как вы можете прокомментировать японскую часть и слова Кирилла Буданова относительно тегеранского визита? Ну и еще поговорим о сухом остатке того, что Путин привез из Тегерана. Ну, что касается японской части, я думаю, что, конечно, он не собирался ни на какие похороны, потому что вообще такая страшная вещь, как убийство даже отставного такого известного политического деятеля, премьер-министра, который так долго был у власти, в общем-то, которому очень неплохо относится народ Японии, это, конечно, страшный сон Владимира Путина. Он так болезненно воспринимает вся история с Каддафи, с Саддамом Хусейном, он этого очень боится, а тут вот даже отставного взяли и расстреляли, и вообще, где была охрана, не-не-не, конечно, никаких похорон, но он и не собирался. Ну, другое дело, что, конечно, вот это демонстративное, что и не пустят, если соберется, это тоже такая пощечина, безусловно. Что касается истории двойников, я вот вчера с удовольствием прочитала пост Ильи Пономарева про это, про двойников, в котором он пишет, что никаких двойников нет, и что, скорее всего, историю с двойниками запускают сами же ФСБшники, в том числе с целью сказать, что, ну, не стоит, так сказать, их вообще может быть бесконечно много, и не надо рассчитывать на то, что, так сказать, настоящий умрет. Я тоже уверена совершенно, что никаких двойников не существует. Это некая такая фейковая история, которая запускается с определенными целями. Почему двойников не существует? Ну, потому что, правильно сказал и я, если бы двойник существовал, и он был бы более управляем, чем реальный Путин, то это была бы очень большая опасность для того настоящего Путина. Собственно, когда Путин совершает такое, то, что он совершил 24 февраля, слишком высокая была бы, прекрасная была бы возможность для окружения вот этого, ликвидировать настоящего, двойника отвезти в ГАГУ и всем таким образом, так сказать, выйти из-под санкций и начать договариваться с миром. Поэтому нет, 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 никаких двойников не существует. А тот, который ездит, вполне себе настоящий. И, собственно, то, как он... Я почему возвращаюсь к иранской истории, да? Ну, на самом деле, посмотрите, как он выглядел, извините, жалко. И когда он сидел на этом приставном стульчике, когда он ждал Эрдогана, он не привык сидеть на приставном стульчике, он не привык ждать, он всегда сам опаздывает, а тут вдруг надо ждать. Да, это настоящий путь. Касательно походки. Вот Буданова смутила походка. Как анализировали ли вы этот аспект? Наверняка он в социальных сетях широко обсуждается и аналитиками, не диванными уже, а посерьезнее. Это возраст, это болезнь, это уже что-то, что прослеживалось ранее? Ну, слушайте, ну, как бы походка в таком возрасте, это даже не обязательно должна быть связано там с каком-нибудь артрозом или артритом. Конечно, в таком возрасте походка меняется, ничего тут удивительного нет. Может заболеть все, что угодно, может быть любой прострел, и какие бы ни были врачи, какие бы ни были лекарства, собственно, позвоночник, это вообще по большому счету отражение нашей жизни, в том числе то, как ты себя ведешь. И по большому счету наши болезни иногда бывают просто кармическим ответом на то, что мы делаем. Так что то, что у него что-то должно болеть, по идее, мне кажется, это совершенно неизбежно. А вот если теперь по фактам уже без конспирологии, без наблюдения за такими вторичными какими-то признаками, привез ли Владимир Путин из Ирана, как вам кажется, то, что он хотел оттуда привезти? В этом контексте упоминался разговор, просьба Путина относительно продажи беспилотников иранских. И так совпало, или возможно это связанные вещи, что вот после этого разговора вооруженные силы Израиля нанесли удар на территории Сирии по иранскому заводу производству беспилотников, ну и который был разрушен. Увязываете ли вы два этих факта, или это параллельные истории? О, как говорится, совпадение? Не думаю, да. Безусловно, эти факты, на мой взгляд, связаны. Я думаю, что ничего из того, ну или слишком мало получил Владимир Путин в Иране и слишком высокую цену за это заплатил. Потому что какие-то финансовые обязательства, безусловно, там были даны и, соответственно, то, что, о чем удалось договориться, не стоит тех денег. Так что это некое продолжение истории с Белоруссией, с Лукашенко. Денег приходится тратить все больше и больше, а желаемого результата получить не удается. Но это цена за то, что Россия отказалась от публичной политики, как от способа ведения дел. Соответственно, если рассчитывать только на силу и при этом твои контрагенты видят, что этой силы-то особо и нет, ну вот, тогда так все и получается. Лучше договариваться, чем не договариваться. А договариваться, как мы видим, что-то Россия не очень хочет. Накануне пришло сообщение о том, что российский навещательный холдинг Russia Today откроет представительство в Африке. Также широко это обсуждается уже в социальных сетях. Есть информация о том, что этот центр будет расположен в Кении, в столице этого государства, в городе Найроби. Как восприняли вы этот факт? Это где-то укладывается вот примерно в параллели с историей того, что, ну вот, такого замещения, ну что ли, центров, территорий, на которые может влиять российская пропаганда? Ведь, ну, допустим, Россию канцелят на Западе, и Россия разворачивается на Восток. Мы знаем Китай, мы видим эти последние визиты в Среднюю Азию, на Ближний Восток Владимира Путина. Точно так же и в медиапространстве запрещают вещать на территории США, Евросоюза, Британии, мы разворачиваемся на Африку. Или какие еще аспекты видите вы в этой новости? Не, ну, это же то, что интересы России в Африке достаточно активно продвигаются, это, собственно, произошло не вчера, не сегодня, и не позавчера. Да, мы все прекрасно знаем, как ЧВК Вагнера активничали во многих африканских странах, как российские политологические, политтехнологические советники помогали в разных африканских странах проводить выборы, так что активность там достаточно высокая. Понятное дело, что она была связана как с экономическими вещами, да, потому что, как мы знаем, там в Африке много всяких разных полезных ископаемых, на которые хотелось наложить лапу разным корпорациям российским, ну, и, соответственно, хотелось выбирать тех политиков, которые были бы России удобны. Ну, вот, приход туда Russia Today это просто следующий шаг, да, то есть сначала военные, политтехнологии, а потом Russia Today. Мне кажется, удивительно, что она туда приходит так поздно, как раньше-то они без них справлялись, совершенно непонятно. А как вам кажется, можно ли ожидать такого зловещего эффекта от работы этого центра там? Как вам кажется, насколько Африка может быть континентом, на котором могут появиться новые режимы, лояльные к Кремлю и вот новые партнеры из этой оси, которую выстраивает Кремль? Я думаю, что для них сейчас важно удержать тех, кто есть уже российские партнеры, потому что Россия так быстро теряет своих партнеров, там, где оказалось, что они навсегда, я имею в виду в первую очередь страны, бывшие республики Средней Азии, Китай совершенно не оправдал надежды Путина, поэтому хотя бы удержать тех партнеров, которые уже есть в Африке, и для этого, конечно, Маргарита Симоньян будет большим подспорьем вместе со своими Красовскими и прочими, так сказать, выдающимися бойцами информационного фонда. Ольга, предлагаю немного поговорить о нефти. Абсолютно четко даю себе отчет о том, что вы не топливный эксперт, но тем не менее о каких-то политических все-таки слоях этой проблемы давайте поговорим. Мы обсуждаем в нашем эфире сегодня новость о том, что Саудовская Аравия и Ирак одобрили решение достаточно радикально увеличить свои поставки в Европу. Называются цифры в 2 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. это на 90% больше, чем в январе, то есть практически вдвое. Как кажется вам, насколько это решение политическое и оно направлено на то, дабы поддержать Европу в ее противостоянии в России в свете будущего отказа от российской нефти? Можно ли это называть своеобразным результатом визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию, в Израиль, который он бы совершил на прошлой неделе? Я думаю, что, конечно, эта история абсолютно политическая. Я думаю, что это может себе записать вактив Джо Байден. Соответственно, конечно, Владимир Путин умудрился разрушить то, что строилось еще при Советском Союзе. Вот эти связи между Европой и еще Советским Союзом по поставке нефти и газа, они очень давно были простроены. и тем не менее сейчас лихим наездом все это было помножено на ноль. Что остается России? Россия получается в достаточно тяжелом положении, потому что нефтяные скважины, если их закрыть и перестать эксплуатировать, они просто погибнут. Поэтому приходится продавать на других рынках Китая и Индию с огромным дисконтом. Я не знаю, насколько долго они в такой ситуации продержатся, но я думаю, что уже все люди из нефтянки понимают, что эта ситуация хуже некуда, но вся конструкция власти, выстроенная вокруг Владимира Путина, такова, что никто, даже какой-нибудь Сечин, не может прийти и сказать «Володя, так нельзя, давай как-то отыгрывать назад». Нет, все будут сидеть, молчать, вешаться, стреляться и продолжать. Кролики плакали, а ежики плакали, но продолжали есть кактус. Вот это наши лидеры бизнеса, это ежики. Вот так. Ольга, давайте поговорим немного об этой истории, которая стала публичной на неделе, и она такая политика-социальная, история с выплатами компенсаций, посмертных компенсаций родителям российских солдат, которые погибают в Украине. История, которая на прошлой неделе вылилась в пропагандистские сюжеты, которая была отображена в такой форме пропагандистских медиа, вот касательно автомобиля, и как родители радуются от того, что появился автомобиль. Ну и на этой неделе так нашумевшая стала история относительно компенсации, которую получил отец одного из военнослужащих РФ, который не принимал никакого участия. И вот все эти вот такие вот малаховские истории, и они так очень-очень хорошо растекаются по соцсетям. Как вы восприняли это все? Это в принципе достаточно ожидаемые ведь вещи, но как кажется вам, вы безусловно лучше погружены в контекст происходящего в России, чем мы здесь в Украине, находясь здесь в студии географически. Как вам кажется, эта история все-таки единичная или это портрет целого слоя россиян, которые где-то радуются этим деньгам и уже плевать на память, плевать на нюансы, на детали в каких условиях погиб их сын, по сути, сделав это ни за что, отдав свою жизнь ради амбиции кремлевского диктатора? Ну, с точки зрения пиара, я думаю, что это, конечно, будут истории единичные, потому что наши пиаровские службы все-таки извлекают уроки из того, что они делают и то, что даже историю с Ладой, с Белой Ладой не показали на центральный регион, на Москву, это говорит о том, что они поняли, что куда-то они не туда за рулей. Что касается людей, которые радуются деньгам, с одной стороны, и тех, которые по поводу этих денег скандалят, да, вот история с отцом, который получил часть компенсации, и мать пытается у него эту компенсацию отобрать. К сожалению, эта история, я думаю, не единичная, просто мы будем гораздо меньше про них знать, их будут заметать под ковер, потому что мы с вами давно уже говорили, что сегодня воюют в основном ребята из депрессивных регионов, и там действительно эти деньги, которые платят, это очень большие деньги, и для семьи это, ну, если не радость, то достаточно большое подспорье. Другое дело, что мы будем узнавать все больше историй, когда эти деньги не выплачены, когда кто-то будет числиться пропавшим без вести, будет невозможно получить бумаги о том, что он реально погиб, будут требовать каких-то справок, каких-то доказательств. Про такие истории мы будем узнавать все больше и больше. Мы будем больше узнавать про истории, когда военнослужащие не смогли получить выплаты, обещанные за ранение, потому что они не подпадают под страховой случай, потому что размер осколка, который в него попал, не такой, какой прописан в страховом случае, и он попал не в те органы, за которые платят компенсацию, да, вот про такие случаи, про суды по поводу таких случаев мы будем узнавать все больше и больше. Я думаю, что люди будут судиться с Министерством обороны, люди будут судиться с государством для того, чтобы эти выплаты получить. Вот это будет следовать. Ольга, а вот вот эта проблемная сторона, как вам кажется, она из-за чего может возникнуть? Из-за того, что банально нехватки денег, чтобы выплачивать всем и сразу? Или же это более такой, что ли, глобальный вопрос, что в принципе российский бюджет может не потянуть эти расходы, не только единомоментные, но и вообще? Ведь по сути солдаты гибнут с 24 февраля, и потери увеличиваются. Насколько я помню, по данным Минобороны Украины и Генштаба Вооруженных сил Украины, 39 тысяч, если я не ошибаюсь, на данный момент, и цифры растут. Если помножить это все на сумму, то это достаточно серьезная ноша? Абсолютно верно. То есть если вот эта цифра 40 тысяч соответствует действительности, а про раненых мы вообще не говорим, это еще более высокая цифра, соответственно, примерно 10 миллионов выплачивают, вот мы умножаем 40 тысяч на 10 миллионов и получаем, извините меня, 400 миллиардов, да, это вполне себе такая сумма значительная, поэтому если они в бюджете, я думаю, что они не были предусмотрены, поэтому их выплачивают частями и соответственно, именно поэтому потери всячески преуменьшаются, если не задокументирована гибель, а задокументировать ее не так-то просто в ситуации введения боевых действий и не приходит похоронка, нет похоронки, нет выплаты, так что я думаю, что этих историй будет очень много с учетом того, сколько реально погибло людей. Ольга, ну и проходясь так по внутренним политическим событиям России, хотели бы проговорить с вами еще историю с поджогом автомобиля депутата Справедливого Росса Сергея Гуляева, расскажите немножко подробнее, что пишут в медиа, о чем говорят, история такая достаточно нетривиальная, как мне кажется, для российской политической обыденной жизни, что известно по этому случае, видите ли вы в этом определенные политические процессы, или же это эксцесс абсолютно единичный и может быть он не связан с политикой в целом? Любой поджог, мне кажется, сейчас с политикой связан, поэтому конкретно про эту историю пока еще известно достаточно мало, но есть другие истории, когда происходили различные столкновения с разными депутатами или просто с медийными лицами, которые с одной или с другой стороны находятся, так как все-таки отношения к войне в обществе очень разные, то естественно, когда сталкиваются люди с этим совершенно разным отношением, возможны всякие эксцессы, поэтому я думаю поджог по машине это то, что будет происходить еще чаще и будет происходить во все стороны, как в сторону тех, кто поддерживает, так и в сторону тех, кто ее переступает против войны, я думаю, что истории будут происходить все разные. Ну и в завершении нашего разговора не могу не затронуть еще один пункт, который мы так себе редакцией пометили для того, чтобы обязательно проговорить сегодня, касательно того, что происходит на оккупированных территориях Украины и то, какую стратегию прорабатывает правительство Украины, стратегию взаимодействия с жителями оккупированных территорий и оценки их поступков, того, как они живут в условиях оккупации, министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сделала заявление накануне о том, что в Кабмине готовят законопроект о введении уголовной ответственности за принятие российского гражданства украинцами, которые живут на оккупированных территориях. как кажется вам с вашей точки зрения насколько это правильный шаг правильное решение ведь в украинском обществе идут дискуссии нужно ли это делать потому как с одной стороны этот шаг где-то видится логичным с точки зрения государства а вот с точки зрения простого человека кажется что это может окончательно вытолкнуть украинцев которые может быть где-то еще сомневаются и думают может не брать этот российский паспорт а вытолкнуть где-то их под угрозой все же мы понимаем что невозможно там прожить и проработать не получив гражданство как это было сделано и в Крыму достаточно быстро как вы относитесь к этой инициативе? я считаю что это политическая ошибка причем очень серьезная политическая ошибка государство должно во-первых люди не виноваты в том что они оказались на этой территории собственно эта территория вина в том что они там оказались вина государства государство я имею ввиду государство Украины в том числе потому что человек не обязан в данном случае быть ну как бы жертвовать своей жизнью это такие обстоятельства я вижу я нахожусь в нескольких чатах где помогают и тем украинцам которые решили остаться в России такие есть и тем украинцам которые попали ну это конечно в основном Мариуполь и вот это восточная часть которые попали в лагеря временного нахождения и после этого уезжают в Европу да и российские волонтеры помогают ему ехать в Европу в основном это они едут через Эстонию я вижу что среди этих людей есть те люди у которых российский паспорт и тем не менее кто-то даже хочет вернуться обратно в Украину поэтому конечно же вот этот то что какие-то люди оформляли себе российский паспорт это такой способ сохранить жизнь мне кажется для многих и соответственно украинское государство должно понимать что это именно это это способ сохранить жизнь и в любом случае во время введения боевых действий такие жесткие меры принимать на мой взгляд категорически нельзя так что я надеюсь что правительство взвесит все за и против и депутаты взвесит все за и против и этот законопроект не будет принят Ольга спасибо за включение спасибо за то что были с нами в этом часу Ольга Курносова главный редактор интернет-портала AfterEmpire политический аналитик была с нами спасибо еще раз отпускаем вас со словами благодарности друзья мы благодарим вас всех наших зрителей что остаетесь с нами небольшой перерыв и возвращаемся снова в эту студию спасибо за субтитры спасибо за просмотр спасибо за просмотр